Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Емель и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Опять мукбанг. Видео я снимаю утром. Время сейчас 9 часов утра, а все это связано с тем, что сегодня до 12 мне нужно выложить это видео, потому что я вам обещала в прошлых видео, что буду каждый день выкладывать. Приготовила я вот такой вот соус в прошлый раз. Меня атаковали вопросами, что где я его нашла, как я его приготовила. Понимаете, просто каждому отвечать это очень долго, поэтому я лучше всего напишу в инфобоксе, как он готовится. Так вот, они домашние и горячие. Ммм, течет. Обожаю грузинскую кухню вообще. Как можно такое не любить, а? Здесь у нас 10 штук. Я буду есть прям руками. И вот эту штучку не едят. Вот за нее просто держится. Все, первый пошел. Ой, как пошел первый. Я на самом деле немножко болею. Да. Не знаю, как это получилось. Но я сегодня даже думала, может, ничего не выкладывать. А потом подумала, как-то несерьезно получается. Буквально вот в прошлом или позапрошлом видео я сказала, что видео будут каждый день. И уже все забило. Я подумала, как-то... Некрасиво получается. Просто нереально. Вообще, в последнее время мне не сидится дома. То есть, раньше я была ужасной домоседкой. То есть, меня вытащить из дома, это была целая история. Сейчас каждый вечер я гуляю с подругой. И даже иногда, когда я сижу дома вечером, мне уже как-то не по себе. Каждый раз, когда мы куда-то идем, мне так приятно. Я встречаю вас, моих подписчиков. Вот вчера я встретила три своих подписчицы. С одной даже сфотографировалась и выложила ее фотографию в инстаграм. Это еще учитывайте тот момент, что мы выходили гулять вечером. И по идее, в темноте узнать кого-то, это очень трудно. Вы не представляете, как это приятно, когда к тебе подходят. Да, можно с тобой познакомиться. А я тебя знаю. Я иногда по взгляду уже вижу, что человек меня узнал. В каком-то магазине мы были, по-моему, в Страдивариусе. Что-то выбирали сумочки, смотрели. Такая милая девочка. Смотрю, она меня так смотрит, вот таким вот необычным взглядом. И такая, я тебя знаю. Передаю ей огромный привет. Как раз-таки с ней фотку я выложила в свой инстаграм. Но кроме нее, также было еще две девочки. Реально, это безумно приятно. Одно дело, тебе пишут какие-то хорошие вещи, знаете, в интернете. Там, ты мне нравишься, я смотрю твои видео и так далее. А другое дело, когда вот прям в жизни. И мама этой девочки даже не поняла, что это вообще кто. Я говорю, мы знакомы. Очень приятно. Я осознаю, что я вас очень-очень сильно люблю. Очень. Одна девочка даже была с парнем, и парень тоже меня знает. Такая красивая девочка вообще. Если ты меня смотришь, тебе тоже огромный привет. Я всегда читаю ваши комментарии и прислушиваюсь к вашим словам. Иногда в комментариях даже в ютубе мне задают очень интересные вопросы. Вот буквально вчера мне одна девочка задала вопрос, как я отношусь вообще к мистике, верю я в это, или сталкивалась ли когда-нибудь с какими-то мистическими историями в моей жизни. Я бы хотела вам рассказать одну из этих историй. То есть, чем просто отвечать на вопросы, мне кажется, лучше я буду в каждом видео рассказывать что-то про свою жизнь. Вы говорите, не делай, ну блин, как можно не делать? У меня была подруга, и ее бросил парень. Точнее, он с ней расстался и сразу же, буквально через неделю, обручился с другой девушкой. Это ее очень сильно задело, она сидела плакала целыми днями. И потом ей в голову пришла идея пойти к какому-то магу-целителю, в общем, называйте это как хотите. И мы пошли вместе. И он ей дал такой маленький сверток, в котором что-то на арабском написал, и сказал, что каждый день этот сверток надо трясти и класть в темное место на протяжении двух недель. Что она и сделала. Изначально мне казалось, что это полнейшая фигня. И вообще, этот маг от начала сказал, что если даже ты передумаешь со временем, то есть у тебя не будет возможности выйти замуж за кого-то другого, а он в жизни не сможет найти кого-то, кроме тебя. Она сказала, нет, вы что, я никогда не передумаю, не знаю, я его обожаю. Господи, они у меня разваливаются. И она согласилась на все эти условия. Лишь бы вернуть любимого. Я не знаю, совпадение это или нет, но прошло буквально 3-4 месяца, и он... Обручение, вы знаете, как это, то есть, ну, помолвка, я не знаю, как по-русски правильно выразиться. Вот, и он как бы расстался с этой девушкой, с которой был обручен. Когда они расстались, мы вообще были в шоке. То есть, неужели это сработало? То есть, мы просто не верили в это. Потому что он с нас и денег вроде немного взял, и вроде обещаний никаких не дал, но вот так вот получилось. Потом он решил вернуться к ней. Они там пообщались с ней где-то полгода, и потом опять расстались. Я бы уже не хотела с ним общаться. То есть, она поняла, что она разлюбила его, и вообще какой-то идиот, нахрена ей вообще это все нужно было. Мы вообще забыли про эту историю, что мы ходили к этому магу и так далее. Прошло 4 года с момента вот этой вот всей истории. И у нее никак не получалось вот отношение с парнем. Ну, не клеилось никак. И потом мы вспомнили слова этого мага. Он говорил, что у тебя не получится ни с одним из парней, у него не получится ни с одной из девушек. По идее, так и получилось. Вкусно. Осталось вот 3 штучечки. И они какие-то разваливающиеся. В общем, я вам так скажу. Они уже расстались, и они не хотят быть вместе, но и у него ничего не получается с личной жизнью, и у нее ничего не получается. Я не знаю, это мистика или просто совпадение. В общем, такая история в моей жизни была. После этой истории, каждый раз, когда у моих подруг или у кого-то что-то не получалось, мы шли к этому магу. Но в других случаях он ничего не мог. То есть, это был единственный случай, когда у него все получилось. Я не знаю, это совпадение. Если бы он, например, помог этой моей подруге, и потом помог мне, например, и еще кому-то, я бы поверила в его способности. Ну, это, пожалуй, был единственный вообще случай, когда... Когда я в своей жизни увидела что-то такое, знаете, мистическое. А так обычно, знаете, мы, девочки, любим, да, к каким-то гадалкам ходить. Вечно встречаешь каких-то шарлатанов. Которые просто хотят нажиться на том, что ты тупой. Он разваливается. Иди ко мне. Как его съесть правильно. Смотрите, он развалился. То есть, сказать, что так часто я сталкивалась с какой-то мистикой, это будет вранье. То есть, единственный случай, когда действительно я увидела какой-то результат деятельности магических сил. И то, возможно, что это просто совпадение, потому что то же самое хотела проделать и другая моя подруга, но у нее ничего не получилось. Вообще, на мой взгляд, лучше не ходить вообще к этим всяким таким шарлатанам и не морочить себе голову. Это, мне кажется, не нужно просто. Зачем даже, даже если человек вам скажет вашу судьбу, вот зачем знать? На мой взгляд, не нужно знать. Это то же самое, что смотришь фильм, ты знаешь концовку, тебе уже неинтересно. Последние у меня немножко развалились. Это все связано с тем, что я их, скорее всего, немножко переварила, но, несмотря на это, было очень-очень-очень вкусно. И последнее, пьем водичку. Вы же так любите этот звук, я знаю. Сидела, думала, нет, я сегодня болею, сегодня не буду ничего снимать. Потом, думаю, я все равно буду кушать. Почему бы это не заснять? Почему бы это не поболтать с вами? Встала быстро с кровати и начала снимать для вас новое видео. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас эта мелочь для меня безумно приятна. А вам, в свою очередь, я желаю приятного аппетита, удачного дня. С вами была Айка Эмили. Всем!